всем привет друзья в этом видео покажу полезные настройки возможности приложения камера на смартфонах xiaomi redmi и пока благодаря которым можно улучшить качество фото и видео часто мы гонимся за новыми смартфонами чтобы была новая камера но не все учитывают что многое зависит и от настроек в этом видео покажу оптимальные настройки какими пользуюсь я перед просмотром этого видео напоминаю что у меня есть и lego realtek где информация намного быстрее обновляется кстати скоро выход новой оболочки hyperos 2.0 уже предварительные списки можно посмотреть когда выйдет новая оболочка и новые возможности не забывайте подписываться ссылку оставлю в описании информация здесь намного быстрее обновляется вот она друзья приложение камера на смартфоне пока на смартфоне xiaomi немножко отличается значок но настройки одинаковые не все знают если зажать и удерживать на приложение камера то можно быстро включать селфи режим видео профи в новых обновлениях прошивках очень удобно теперь чтобы перейти в настройки достаточно просто сделать свайп вниз не нужно как раньше тянутся вверх просто вот таким вот образом свайп вниз и здесь самые основные настройки а шестеренка это уже более расширенный начнем с функции благодаря которым более удобно делать фото например кнопка затвора находится вот здесь но не всегда это удобно в новых обновлениях теперь ее можно перенести в любой удобный участок дисплея и точно также делать фотографии как включить эту опцию все очень просто заходим в меню главных настроек опускаемся ниже и включаем опцию дополнительный затвор по умолчанию он отключен после чего берем затвор и перемещаем в любой удобный участок дисплея можно переключиться на широкоугольную камеру основная по умолчанию включена и приближение например двухкратное приближение как же включать промежуточные значения зажимаем и удерживаем и можем выбирать промежуточные значения вот таким удобным движением здесь для удобства даже можно внизу посмотреть фокусное расстояние например 0 6 это 16 миллиметров 1 25 миллиметров и вот таким вот легким удобным образом можем переключаться на широкий угол промежуточные значения включать а также делать приближение максимально далее когда мы делаем фокусировку иногда необходимо сделать фотографию темнее, светлей. Не все знают, что можно свайпом вниз, либо вверх сделать более светлую, либо более темную экспозицию. Очень удобно, особенно вечером, либо если много солнца, света, можно тоже сделать более темную экспозицию. Не нужно переключаться в дополнительные настройки. Также есть возможность зафиксировать автофокус и экспозицию. Зажимаем и удерживаем. Все, зафиксировали экспозицию и автофокус. Здесь у нас теперь замок. И когда зафиксировали, тоже можем подкручивать экспозицию вручную, больше либо меньше. В обычном фоторежиме почему-то не все пользуются, не все знают. Если нажать вот на эту функцию, то есть возможность изменять фильтры. Здесь можно поэкспериментировать и посмотреть. Вариантов здесь достаточно много. Есть даже фирменные для специальной модели смартфона. И, конечно же, можно переключаться на улучшение. Соотношение сторон. По умолчанию у нас включено соотношение сторон 4 к 3. Этот формат будет оптимален для фотопечати. Он максимально кадрируется. Если вы планируете печатать фотографии, то лучше делать соотношение сторон 3 к 4. Если вы больше ориентируетесь на фотографии, которые будут на смартфоне, то можно включать 19 к 6. И тогда у нас будет заполнение всего экрана. Вот обратите внимание, когда мы включаем 4 к 3, то у нас заполнение не полностью. Но в то же время, сейчас у меня 3 к 4, столько информации помещается в кадр. Но если мы включим 19 к 6, то информации помещается меньше. Конечно, оптимально оставить 3 к 4. И если вам нужно будет потом полноформатный, например, на рабочий стол поставить изображение, то вы всегда можете воспользоваться специальной функцией. Нажать на редактирование. Выбираем обрезка. И здесь выбираем формат, например, 9 к 16. Вот. И таким образом будет тогда уже на весь экран. И как мы видим, вот определенная область обрезается. Еще не все знают, в новом приложении галерея, если мы откроем уже готовую фотографию, нажмем на редактирование, то добавляется возможность изменять качество. Можно даже накрутить наилучшее качество при необходимости. Либо наоборот, сделать меньше качество. Также можно уменьшить размер, чтобы картинка, фотография занимала меньше места. Эта функция доступна практически для всех смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, благодаря обновлению приложения галерея и редактор галерея. Скачать в моем телеграм-канале Realtek можно актуальные версии. Идем далее. HDR. По умолчанию это включено авто. Когда необходимо, включается HDR эффект. Как он работает? Ты делает смартфон 3 фотографии. Это с обычной экспозицией, затемненной, осветленной. Все эти фотографии склеиваются. И на выходе получается 1 фотография с отличной цветопередачей, детализацией и проработкой экспозиции. Отлично подойдет фотографировать небо, облака, архитектуру. Но в некоторых ситуациях она не оптимальная. Например, если делать портретное фото, то лицо на фотографии может быть более плоское и неестественное. Поэтому если делать и портретную съемку, то лучше это отключать. Можно включить AI-камера. Это искусственный интеллект определяет кадр и подставляет оптимальные значения. Если мы делаем портретный режим, то, как мы знаем, фон размывается. Так вот, здесь, если мы нажмем, можно задавать размытие фона. Также не все знают, если мы сделаем фотографию в портретном режиме. После чего открываем эту фотографию с галереи. И обратите внимание, здесь специальный значок. Если мы на него нажмем, то уже на готовую фотографию, если даже вы ее сделали, вы можете докрутить размытие, степень размытия. Вот здесь это, конечно, классно реализовано на смартфонах Xiaomi. Для ночной съемки есть специальный режим «Ночь». Когда делаем в таком режиме, у нас какое-то время фотография дольше делается, обрабатывается и она получается более светлая. Не всегда эта функция даже бывает ночью полезна, но по умолчанию, что важно, с новыми обновлениями, эта опция всегда включена. То есть, автоопределение. Если смартфон видит, что вы делаете фотографию ночью, то автоматически включается ночной режим. Как его отключить и включать вручную? Для этого переходим в «Фото». Далее переходим в «Настройки». И вот по умолчанию автоматический ночной режим. Я бы рекомендовал его отключить, потому что не всегда он даже ночью нужен. И делайте обычные фотографии, если нужно со вспышкой. Тут можно тоже, конечно же, включить автовспышку. Если вам нужен ночной режим, то включаем ночной режим вручную. Потому что если по умолчанию вот эта вот опция включена, то ночью, как правило, будет автоматически все время срабатывать ночной режим. Например, на моем смартфоне 64 мегапикселя, но если делать фотографию в обычном режиме, будет получаться 16 мегапикселей. Если вы желаете делать фото в максимальной детализации, выбираем вот еще 64. У вас может быть другое значение 50, либо другое в зависимости от модели смартфона. Ну а что нужно понимать? Если включать максимальное количество мегапикселей, фотография будет больше занимать место на смартфоне и будет дольше прогружаться. В принципе, для повседневных задач достаточно фотографировать в обычном режиме, но если нужно потом обработать фотографию, более детализированное, чтобы было, то тогда можно выбрать и 65 мегапикселей. Несколько рекомендаций по видеорежиму. Также делаем свайп вниз. Что здесь? Если вы делаете разрешение записи Full HD 1080p, то рекомендую частоту FPS включать 60, благодаря этому будет более плавная картинка. Если вы записываете 4К, и у вас есть возможность включить 60 FPS, то тоже можно включить для более плавной картинки. Также можно включать стабилизацию, если во время движения, чтобы сгладить картинку, часто бывает помогает функция стабилизация. Есть так называемый спортивный режим. Если в движении делаете видео, то можно включить следящий автофокус. Соотношение сторон здесь оптимально оставить 9 к 16. При необходимости можно включить здесь HDR режим. Классная фишка. Во время записи видео можно делать плавный зум. Больше, либо меньше. В процессе записи видео при необходимости можно сделать еще фото. Также очень важная настройка во время записи видео. Часто, когда вы записываете видео, прыгает экспозиция. То светлее, то темнее. Также напоминаю, что можно зафиксировать автофокус и экспозицию. Экспозицию можно сделать темнее, либо светлее, точно так же, как и на фото, но в режиме видео. Вот это вот очень полезная настройка. На этом, друзья, у меня все. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Всем пока и до встречи в новых видео.